Добрый день. Да, добрый. Компания АСУ, 21 век, менеджер Анастасия. Соедините меня, пожалуйста, с генеральным директором. Вы в какую компанию звоните, подскажите, пожалуйста? Вы на мобильничек звоните, с директора нету, рабочий день закончен. К какому вопросу? А когда директор будет, подскажите? Ну, на этом телефоне никогда не будет. Я зам директора, вы можете мне сказать, по какому вопросу звоните. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? А зовут меня Игорь. Игорь, очень приятно. Игорь, мы проводим семинар в практику для руководителей. Как привлечь новых клиентов? Секреты эффективной работы вашего отдела продаж. А другими словами, как правильно организовать отдел активных продаж? Видите, ваши менеджеры ищут новых клиентов? Ищем, да. И вы знаете, что у меня, что у генерального, наверное, к сожалению, не будет времени просто на семинар. Вам хотелось бы повысить эффективность работы вашей компании, чтобы недостаток времени вас не беспокоил? Да, вы знаете, нет, наверное, на данный момент все устраивает. Все хорошо, уже схема отработана. Сейчас пока ничего нового, так скажем, придумывать не будем. Правильно ли я поняла, что ваши сотрудники загружены на 100% и больше? Да, в общем, да, даже может быть больше. Ну, значит, мы вовремя к вам обратились. Наша технология позволит вам перераспределить нагрузку на менеджеров более эффективно и сбалансировано. Один менеджер сможет ввести в 2-3 раза больше клиентов. На семинаре вы увидите резервы в вашем отделе продаж и сможете эффективно их использовать. Вас записать на семинар? Я понял. Ну, вы знаете, наверное, нет пока в любом случае, нет. Просто действительно сейчас нет времени. Конечно, вы очень здорово все рассказываете, но, правда, сейчас не будет времени. Хорошо. Ну, тема улучшения продаж вам интересна? Да, наверное, нет. Я говорю, в принципе, на данный момент мы работаем, уже схема отработана, все устраивает. Ну, у вас все-то хорошо, но у вас нет времени, так же не бывает. Нет, наоборот, когда нет времени, то очень хорошо. Это значит, что все работают и человек чувствует. А вы на Фераре ездите? Молодец. Нет, не на Фераре, но нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, настало время действительно наш рынок, наш проект развивать семимильными шагами и ту методику, которую мы сегодня вам представим с Русланом, отрабатывалась буквально больше полугода и она вынашивалась, она усовершенствовалась, она делалась все более эффективной и эффективной. И для начала, дорогие друзья, я хотел бы у вас спросить, для того, чтобы понимать, каким образом строить вебинар, по аналогии многие присутствуют на вводных технико-экономических вебинарах, ответьте, пожалуйста, на опросник, в какой раз вы присутствуете на мероприятии, посвященном вообще технологиям продаж через колодные телефонные звонки. Возможно, вы были на таких мероприятиях, возможно, вы уже профи и просто пришли послушать, пришли посмотреть, пришли перенять, либо наоборот, не перенять опыт. Это очень важно. На самом деле, дамы и господа, действительно можно наш проект развивать по телефону, по Viber, по WhatsApp и тем порождением уже, можно сказать, пятого технологического уклада и ими действительно глупо не пользоваться. Можно действительно удаленно закрывать сделки и действительно выстраивать достаточно хорошие структуры, не встречаясь даже с человеком. Пользуясь только мобильным телефоном, смартфоном, либо выводя человека уже далее на Skype и пользуясь, естественно, электронной почтой. На самом деле, дорогие друзья, развитие через многоуровневые продажи – это тот способ, которым мы двигаем на сегодняшний день корпорацию Skyway. Это сетевое построение корпорации, как я называю. И, собственно, одна из вот этих вех развития, она стоит фундаментом в сегодняшнем движении проекта Skyway. Это является первой ступенью ракеты, которая уже взлетает в воздух. И вы видели по новостям в Австралии, вы видели по новостям экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, вы видели по новостям, о чем ранее Сергей Анатольевич Гришин приезжал, и многое-многое другое, что сопровождает на сегодняшний день проект Skyway, и о чем многие люди, окружающие вас, живущие с вами в одном городе, в одной деревне, в одном селе, в одной стране, не знают. Это о возможности, которые бывают действительно раз в сто лет, дамы и господа, это о возможности инвестирования в проект Skyway. И сегодня мы с Русланом Багировым, это мой хороший знакомый, мой партнер по бизнесу Skyway, мы с ним посещали различные конференции, Руслан фактически ни одну конференцию не пропускал, и с самой первой конференции, которая была еще в октябре, мы с ним познакомились в аэропорту. Я сразу понял, когда мы пересеклись и более плотно перед вылетом пообщались с Русланом, что этот молодой человек, молодой, потому что я тоже являюсь молодым человеком, и, собственно, добьется огромного результата в Skyway, и что это не просто партнер, он принесет какую-то изюминку, новинку, технику, и, соответственно, будет развивать свой регион достаточно мощно, эффективно, и, самое главное, современно, используя все современные виды связи, виды продаж. Руслан Багиров работал в различных организациях не в качестве наемного работника, в качестве приглашенного работника, то есть поднимал пенсионный фонд некоммерческий, добился там определенных результатов, далее была трейдерская карьера, и там Руслан Багиров также почерпнул достаточно серьезные знания в технологии эффективных продаж, как и с теплым рынком, так и с холодным. И, естественно, потом, уже, как и всех нас с вами, жизнь привела уже к проекту Skyway, к развитию проекта Skyway, сегодня Руслан Багиров применяет все свои знания уже при развитии проекта Skyway. Это не может не радовать, дамы и господа, потому что на сегодняшний день очень важно научиться, как правильно оповещать и как правильно доносить информацию буквально по телефону, буквально используя электронный почтовый ящик, буквально общаясь с человеком и передавая ему эмоцию, свою цель, свою ценность, участие в проекте буквально через провод. И далее мы уже будем с вами, дамы и господа, передавать все эти знания не через провода, но через сеть Transnet, уже перемещаясь, уже развивая, как только произойдет уже закрытие финансирования корневой технологии и недолг, тот месяц, так скажем, тот год, сейчас события развиваются действительно ошеломительными скоростями и, соответственно, мы будем уже применять эти знания уже в развитии нашего движения Skyway с оповещением того, что есть возможность инвестирования в тот или иной адресный проект. Ну, а на сегодняшний день, дамы и господа, нам нужно с вами не расслабляться ни в коем случае. Я лично и все партнеры, с которыми я общаюсь, активисты, действительно не расслабляемся ни на минуту за прошедшие года. И многие, дамы и господа, я могу сказать, что сошлись с дистанции и как раз-таки вернуть на дистанцию, вернуть на путь Skyway вы сможете благодаря тем эффективным техникам продаж, которые Руслан Багиров сегодня вам расскажет. Мы это продемонстрировали также Виктору Бабурину. Все вы прекрасно знаете Виктора Бабурина. Виктор Бабурин был приятно поражен, что таким образом можно действительно очень быстро доносить информацию о нашем проекте, насколько эффективно можно использовать техники продаж самых известных специалистов продаж. В том числе, ну и, собственно, о всем остальном расскажет более подробно Руслан Багиров. Встречаем, Руслан. Приветствую, Алексей, благодарю за такой промоушен. Приветствую, коллеги, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Всем здравия. Ну, что касаемо холодных звонков, вообще продаж, да, по сути дела это один из моментов убеждения, когда мы человека склоняем к тому или иному действию. Ну, в данном случае нам интересна реализация нашего проекта через привлечение инвестиций. То есть, необходимо продать акции компании и таким образом человеку показать все выгоды. Ну, на самом деле, если говорить про то, чем мы занимаемся по телефону, это мы убеждаем людей. То есть, мы не то, что там каким-то образом гоняем по кругу человека, пока он не купит, либо пока он, ну, конечно, не отстаем от него, пока он не бросит там трубку и больше не возьмет от нас трубку. Но задача сделать это с хорошей конверсией, так сказать. Вот. И есть система, которая называется прямая линия убеждения. Ну, если графически ее изобразить, то она выглядит вот таким вот образом. Верхние и нижние черточки, которые пунктирны, технически обозначают следующим образом. То есть, наша задача не дать человеку уйти за эти черточки. И есть определенные инструменты, которые позволяют этого избежать. То есть, вернуть человека обратно на прямую линию. И с самого начала разговора, по сути дела, мы продаем. То есть, продажа начинается не в конце, в самом, то, что мы заключаем сделку. Наша задача в самом начале, чтобы человек за первые там 5, 6, а может быть даже и 4 секунды, сразу понял, что здесь что-то интересное. Ну, для того, чтобы показать вообще саму эту прямую линию, я бы хотел еще раз Алексея позвать к нам в комнату. И вместе с ним... Алексей, вот задача просто не сопротивляться. Наша задача показать людям саму прямую линию, то есть, тот идеальный вариант, который, ну вот, необходимо для того, чтобы обозначить саму прямую линию. А затем мы уже с вами разберемся с теми моментами, интересными такими словами, как возражения, как какие-то увиливания клиента и так далее. Это как раз-таки все, что касаемо вот этих черточек. Так, ну, Алексей, давай тогда мы с тобой обозначим прямую линию. Ну, задача не сопротивляться. То есть, мы нормально говорим, но есть такая еще категория клиентов, мы тут обозначили есть, как мы их называем, сладкие клиенты, да, которые, в принципе, готовы к тому, что вы услышите про SkyWay. Вот, Алексей, ты будешь готовым человеком, который услышит про SkyWay. Так, ну, в принципе, ролик, который был до этого, показал, что девушка, которая звонила по колл-центру, она просто-напросто читала текст. По сути дела, мы здесь делаем то же самое. Ну, сейчас он уже, в принципе, почти зазубрен, но я всегда его держу перед глазами. Это вот такой вот листок бумаги, да, который я, собственно, наручно тут написал, потому что, ну, читать свой текст намного приятнее, чем что-то там написанное. Вот, и рекомендую сделать то же самое, то есть, будет запись вебинара, вот здесь в чатах спрашивали, и обязательно, просто-напросто, прям как под диктовку получается, останавливайте, записали, остановили, дальше записали, то есть, прописать этот спич, и он у вас уже будет перед глазами, зато в своих, собственно, ручно написанных, так сказать. Вот. Так, ну, что, поехали. Алло, здравствуйте, могу услышать Алексея? Алло, алло, здравствуйте, да-да-да, я его слушаю. Алексей, добрый день, удобно говорить, не отвлекая вас? Да ты кто вообще, откуда вы взяли мой взгляд? Алексей, меня зовут Руслан Багиров, я вот по какому делу звоню. Мы сейчас одну уникальную технологию вводим на рынок, если у вас есть пару минут, хотел бы поделиться с вами идеей. Мы сейчас информируем всех людей, которые хоть как-то размещаются в интернете, и сейчас есть информация о возможностях, которые бывают раз в сто лет, и это предложение, от которого невозможно отказаться. Скажите, вы, в принципе, открыты к деловым предложениям? Ну, смотря какое деловое предложение. Ну, если вкратце, мы сейчас выводим новую транспортную систему на рынок, которая позволит с очень большими скоростями перемещать грузы, и пассажиров абсолютно безопасно, очень экологично, причем над землей, то есть на втором уровне. Вы, может быть, что-нибудь слышали про струнный транспорт Юницкого? Я про струнный инструмент слышал, струнный транспорт Юницкого. Ну, вот эта разработка сейчас выходит на рынок, и сейчас есть возможность в самом начале пути поучаствовать в создании очень перспективного ноу-хау через краудфайдинговую систему. Ну, по-русски говоря, народное финансирование. Получить акции компании по очень низкой цене, и буквально в ближайшее время получить колоссальную сверхприбыль. Что скажете, звучит заманчиво? Ну, звучит заманчиво, но, знаете, похоже на какой-то лохотрон, развод. Ну, на самом деле, все очень просто. И тут еще, смотрите, какая штука. Мне сейчас вам нет смысла говорить про несуществующие вещи или каким-то образом хитрить, так как есть интернет, и практически любую информацию достоверно можно найти. Просто все посмотреть и изучить. Видите еще, что вся информация в открытом доступе. Например, на Ютубе масса репортажей наших российских телеканалов про Skyway и струнный транспорт Юницкого. Вы поймите меня правильно. Мы сейчас лишь информируем каждого, чьи контакты есть в интернете, и объединившись для нас с вами, есть уникальные возможности. Если быть искренним, я понимаю, вы меня не знаете, я вас не знаю. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Багиров Руслан, я региональный представитель компании Skyway в Екатеринбурге и Свердловской области. Что касается компаний, в которой я работаю, уже в этом году мы планируем показать часть технологии, это грузовую, городскую, пассажирскую систему осенью 2016 года. А конструкторское бюро... Я-то живу в Краснодаре. Я в Краснодаре живу, а вы в Екатеринбурге. Сейчас, секундочку, у меня тут слышно плохо. А в Краснодаре живете? Да, да, да. Ну, на самом деле, система будет работать по всему миру. Сейчас идет акционирование компании с целью привлечения частного капитала. Потому что нужно засертифицировать технологию, а потом выйти с ней на рынок и начать строить по всему миру. Очень перспективный проект. И сейчас, Алексей, акции стоят всего лишь 50 копеек за штуку, так как рынком компания недооценена. Но по подсчетам экспертов, они вырастут в 100 раз, а то и в 1000. Сейчас есть возможность у любого студента, рабочего или бизнесмена, рискнув, на данном этапе поменять свою жизнь кардинально. Я предлагаю просто ознакомиться с технологией. Ознакомиться можно, если это ни к чему не обязывает. Ну, поверьте, Алексей, вы будете очень сильно поражены. И тем, что я вам покажу. Единственное, о чем вы будете негодовать, это то, что я вам не позвонил полгода назад и не предложил ознакомиться с компанией раньше. И это действительно так. Ну, Алексей, если вот возможность... У вас, может быть, вы сейчас около компьютера находитесь? Нет, сейчас она... Ну, отлично. Давайте тогда, каким образом... Уже, да, уже долго. Ну да, давайте, каким образом тогда можем договориться. Вот, когда я могу вам позвонить, чтобы вы у компьютера были? Может быть, сегодня вечером? Давайте завтра. Отлично. Завтра, вот, если в это же время набрать, или лучше чуть раньше, или позже? Вот, давайте примерно в это же время. В это же, да, время? Супер. Алексей, тогда смотрите, что могу еще сделать. Давайте я запишу вашу почту и отправлю вам видеоряд, ну, для того, чтобы вы ознакомились и хоть какие-то у вас вопросы появятся, когда я вам наберу в следующий раз. А там я вам просто покажу технологию, и вы уже сами решите, интересно вам это или нет, ну, и будем ли мы общаться с вами дальше? Давайте. Отлично. Записываю. Ну, Руслан, вот сейчас вот я читал чат, народ говорит, что долго так слушать никто не будет. Ну, смотрите, да, на самом деле... Как по опыту, да. Тут есть еще какая... Это, по сути дела, и есть та информация, которая, ну, так сказать, немножко... Я сейчас, да, начитан на это вживую, немножко это выглядит с определенной тональностью. Это, во-первых. Во-вторых, так, что-то мы тут убежали уже дальше по презентации, да. Вот, смотрите. То есть, это делается еще с определенной тональностью обязательно. И, на самом деле, это тот скрипт, который мы просто-напросто прочитали до конца, да, без тех моментов, когда люди будут возражать. Дело в том, что он, в принципе, построен таким образом, чтобы люди давали обратную связь. А самая главная, обратная связь, это и есть так называемые возражения. Вот. И, по сути дела, этому есть определенное, да, название такое. То есть, мы создаем петли. И вот эти вот петли, которые вот у нас в следующем слайде, они у нас и встают через каждое возражение, да. То есть, в принципе, вот первая петля, да. Я вас услышал, но позвольте спросить, если бы вы узнали, да, то есть, человек, если отказывается от информации, ну, не хочет он, не хочет слушать какие-то предложения, мы ему даем вот определенные шаблоны, да. И тогда разговор у нас выстраивается в определенном диалоге. И это самое главное. То есть, самое главное поставить человека на определенный диалог. Вот. И, в принципе, это достаточно такие мощные шаблоны, которые мы обязательно сейчас тоже покажем. Я бы вообще, знаете, каким образом поступил. вот можно было бы подключить кого-нибудь для того, чтобы мы отработали уже непосредственно с возражениями, да, как это проходит на более такой реалистичной, да, ситуации. У нас вот здесь даже есть люди, которые поднимают руку. Алексей, вообще возможно, да, вот, чтобы подключить человека? Да, да, сейчас мы найдем, кто поднял руку и подключим. Так, вот мы видим Тамару Магилёв. Тамара, назначаем вам роль предыдущего спикера. Попробуйте, пожалуйста, включиться. Алло, алло, Тамара, вот вас видно, но не слышно. Вот сегодня мы тоже разбирались. Микрофончик. Что еще раз? А, все, микрофон. Все, замечательно. Так, ну, тогда, в принципе, вы можете не наигранно, да, то есть включить самого себя, так сказать, да, но при этом не понимая, о чем идет речь. То есть задача вот тоже немножко подыграть, но уже более реалистично. Здравствуйте, я могу слышать Тамару? Да, я вас слушаю. Добрый день, Тамара. Удобно говорить? Не отвлекаю вас. Добрый день, удобно говорить. Меня зовут Руслан Багиров. Я вот по какому делу звоню. Мы сейчас одну уникальную технологию выводим на рынок. Если у вас есть пару минут, хотел бы поделиться с вами идеей. Мы сейчас информируем всех людей, которые хоть как-то размещаются в интернете, и сейчас есть информация о возможностях, которые бывают раз в сто лет. И это предложение, от которого невозможно... Подождите, Руслан, скажите, пожалуйста, где вы нашли информацию обо мне? Вы в интернете размещаетесь, то есть у вас есть номер телефона и ваше имя. Нам секретарь готовит базу, и мы сейчас оповещаем всех граждан. Скажите, вы в принципе открыты к деловым предложениям? Да, я открытый человек. Если вкратце, мы сейчас выводим новую транспортную систему на рынок, которая позволит с очень большими скоростями перемещать грузы и пассажиров абсолютно безопасно и очень экологично. Причем, представьте себе, над землей, то есть на втором уровне. Вы, может быть, что-то даже слышали про струнный транспорт Юницкого? Ну, я что-то слышала, вообще мне эта тема, конечно, интересна. Дело в том, что часто приходится перелетать все большие расстояния, и безопасность для меня имеет, конечно, решающее значение. Достаточно, да. Ну вот эта разработка сейчас выходит на рынок, и сейчас есть возможность в самом начале пути поучаствовать в создании очень перспективного ноу-хау через краудинвестинговую систему. Ну, по-русски говоря, народное финансирование. Получить акции компании по очень низкой цене и буквально в ближайшее время получить просто колоссальную сверхприбыль. Что скажете, звучит заманчиво? Скажите, пожалуйста, а каким образом я получу сверхприбыль? Смотрите, каким образом. Сейчас идет акционирование компании. Вот с целью привлечения частного капитала. Так как необходимо засертифицировать технологию и начать строить затем вот по этой технологии дороги просто по всему миру. И сейчас акции стоят всего лишь 50 копеек за одну штуку. Так как просто, ну, рынком компании недооценена. И по подсчетам экспертов, они вырастут в сотни, а то и в тысячу раз. Я на самом деле, что предлагаю? Просто ознакомиться с технологией. Как на это смотрите? Хорошо. Хорошо. С технологией я ознакомлюсь, так как в интернете я присутствую. А еще один такой момент. А вы уверены, что технология реализуется? На самом деле, я сам являюсь акционером компании уже два года. И вот сейчас есть все и фундаментальные, и реальные факторы, что это реализуется. Мы сейчас строим демонстрационный центр. И вот как раз таки я хотел вам отправить информацию, с которой вы бы и ознакомились. Как сейчас проект реализуется? Что уже сделано? И буквально в ближайшее время, а это осень 2016 года, будет реализовано в двух исполнениях вот этот транспорт. То есть это будет грузовая и городская, пассажирская. То есть уже в этом году. Представьте себе. Скажите, а заинтересованность других крупных инвесторов есть в этом? Государство заинтересовано? На самом деле, сейчас столько информации по этому поводу. И буквально вот совсем недавно получили очень интересную такую... Ну, это было одобрение Министерства транспорта нашего российского. И вот эта технология уже буквально в этом году будет реализована и представлена нашему правительству. То есть мы сейчас имеем такую вещь, как срочность. Поэтому я и говорю, что нам необходимо вам просто отправить информацию, быстренько ознакомиться. И я бы вам все... Хорошо, я... Извините, Руслан. Извините, Руслан. Я поняла. Я информацию посмотрю. А теперь скажите мне, пожалуйста, а где гарантии, что эти деньги пройдут конкретно на строительство, а не соберутся в там какие-то люди, и с ними вместе и убегут куда-то с границы? Не лохотрону ли это? Ну, на самом деле, да. То есть вот если бы мы говорили о... Ну, в контексте... Ну, если бы... Да, я вам просто, по сути дела, звоню, да, и мы с вами не знакомы. То есть я вас не знаю, вы меня не знаете. Ну, если вот говорить про надежность компании, то я сам лично общался с генеральным конструктором. То есть вся эта информация, она в открытом доступе. Можно задать вопросы напрямую в компанию. Каждую неделю у нас проводятся телемосты, для того, чтобы это можно было сделать. То есть в этом направлении вы можете сами абсолютно убедиться, как вот все происходит. Смотрите. Хорошо, Руслан. Хорошо, Руслан. Давайте каким образом договоримся? Я посмотрю информацию. Каким образом договоримся? Вот вы сейчас у компьютера находитесь? Да. В этом случае мы отправляем человеку шаблон, по которому на почте. Это пару ссылок, где комментируем непосредственно информацию. Если человек не находится около компьютера, то тогда договариваемся позже, но обязательно берем почту для того, чтобы скинуть видеоряд. То есть там в видеоряде есть наши ролики, где исторические моменты, и то, что сейчас происходит. И таким образом у человека сразу же возникают вопросы, когда мы второй раз звоним. Кстати, второй раз я звоню всегда с другого номера. Ну, если что так, на всякий случай. То есть, по сути дела, вот таким образом выглядит станок. Ну, Тамара еще не сильно сопротивлялась, на самом деле. Если бы, допустим... Ну, я постаралась озвучить те вопросы, которые обычно задают. Не лохотрон ли это? Где гарантии? Как я получу доход? То есть... Ну, все супер. Вот, по сути дела... Да. И... Там, Тамара, единственное... Сильно достаточно эко было. И вопрос вот к Тамаре еще небольшой. Хотелось ли вам завершить вообще разговор? То есть, с вами отобщается Таруслан. И было ли желание положить трубку там и так далее? Нет. Отлично. Отлично. Ну, смотрите. Что еще у нас, получается, мы упустили? Да. Вот если бы, допустим, Тамара по телефону почту. Да, по телефону я спрашиваю почту. Либо смс-ка они скидывают. Вот. Если бы Тамара отказалась от делового предложения, то есть, как бы я поступил в этом случае? Я бы спросил... Позвольте спросить, если бы вы узнали... То есть, я бы просто-напросто использовал вот этот крюк, чтобы вернуть человека обратно. То есть, я вас... Нет, я не рассматриваю для себя предложение. Я вас услышал. Позвольте спросить, если бы вы узнали, что на рынок выходит новая транспортная система, которая позволит перемещать транспорт на землю и очень быстро, и экологично. И так, так как разработка эта в свое время, в начале 2000-х, не нашла отвлеку Министерства транспорта, сейчас есть очень интересные предложения для всех людей, независимо от его социального положения. Может быть, что-то слышали про струнный транспорт Веницкого? Ну и тут скажите, вы, в принципе, открыты к деловым предложениям? Если он не открыт опять к деловым предложениям, то я соглашаюсь, я вас услышал, но сама идея вам нравится? Ну и таким образом, если человеку идея, в принципе, нравится, то мы дальше продолжаем, что вот именно прелесть программы в том, и поехали. То есть, таким образом можно создавать языковые петли, ну и тут же, в принципе, задача, человек нас слушает. То есть, мы говорим, если он бросит трубку, ну, здесь следующее, это статистика, ребят. То есть, мы звоним по холодному рынку, и в холодном рынке обычно статистика 80 на 20. То есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Сейчас вот необходимо сделать вообще, чтобы 50 человек нас выслушивали. То есть, 50% вернее, нас до конца выслушивали, и на чем-то мы завершали диалог. Вопрос другой, да, какое количество мы уже доводим до сделки. И на самом деле, вот здесь спрашивают, да, по телефонному справочнику всех обзванивать. Ну, на самом деле, без разницы. Вот где возьмем телефон и номер. То есть, наша задача где-то взять телефонный номер. Где вы берете? В интернете. Ресурсов уже много. Ну, все вот эти моменты, где брать телефоны, каким образом делается у нас... Ну, вот по второму звонку мы будем общаться уже на следующем вебинаре. То есть, на данном этапе это у нас вводный вебинар. Мы просто-напросто обозначаем, что есть вот система, и есть холодный рынок, который необходимо окучивать, так сказать. То есть, это нужно брать и делать. Наш проект должен знать, ну, наверное, каждый второй, каждый пятый человек в городе. И это, в принципе, можно сделать телефонными обзвонами. Вот. Да, Алексей? Алексей? Да, дорогие друзья, еще со своей стороны хотел сказать, что... Руслан, давай, когда мы общаемся, и, допустим, идет моя часть общения, и ты и я отключаем микрофон, потому что идет эхо. Хорошо, договорились. Я тебя чуть погромче просто... Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, коллеги, на самом деле, да, действительно, можно давать абсолютно свой имейл по телефону, и это неоднократно подтверждалась практика, и это несложно сделать. Для того, чтобы давать имейл по телефону, сделайте простой имейл, но, естественно, если вы зарегистрированы уже в проекте Skyway под каким-то имейлом, то необходимо его и давать. И я могу дать такой совет, где брать телефоны. На сегодняшний день время средних и крупных инвестиций в наш проект действительно пришло. То есть этому говорят факты, то, что стали приходить инвестиции на 300 тысяч долларов, на сотни тысяч долларов. В прошлом также приходили инвестиции. Вы помните именно информацию, что человек проинвестировал на слепок своей ладони, соответственно, еще в экотехнопарке, когда была возможность финансировать именно объекты экотехнопарка. И действительно, на сегодняшних этапах это будет интересно многим людям, но наша с вами задача находить тех людей, которые действительно вращаются в мире денег, в мире инвестиций. И мой совет, обращайтесь к людям, те, кто продает квартиры, те, кто покупает квартиры, те, кто продает, покупает машины, недвижимость, то есть те люди, которые что-то участвуют в каких-то сделках. Они обязательно вас выслушают, потому что если они что-то продают, то значит они имеют отношение к продажам, значит им теоретически может быть интересна инвестиция в проект Skyway. Ну а сейчас, собственно, я думаю, что мы предложим такой вариант уже по завершению. Такой вот достаточно агрессивный разговор сейчас будет, то есть я буду злым клиентом, Руслан будет исполнять роль себя, чтобы, соответственно, и этот пример также остался. Руслан? Отлично, давай, 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 супер. Вот здесь еще спрашивают текст разговора и так далее. Я, кстати, еще для чего сделал такой достаточно длинный, да, вот этот разговор, то есть когда, ну просто сухо прочитал его. Это как раз таки для того, чтобы вы смогли взять ручку, переписать его, то есть вот диктовку, так сказать. Ну, тогда поехали, да, с определенными возражениями для того, чтобы можно было и использовать вот петли, да. Здравствуйте, я могу слышать, Алексей? Да, это я, чем могу быть полезен. Добрый день, Алексей. Удобно говорить, не отвлекая вас? Что-то занят чуть-чуть. Что-то занят. Быстрее давайте. Давайте я вам тогда перезвоню, через сколько лучше набрать? У меня делой разговор к вам просто. Или все-таки комфортно разговаривать? Ну, где-то буквально в 5 минут выложите. А, в 5 минут, да, отлично. Ксения, меня зовут Руслан Багиров, я вот по какому делу звоню. Мы сейчас одну уникальную технологию выводим на рынок, и если у вас есть пару минут, хотел бы поделиться с вами идеей. Что еще раз... Вы мне что-то парить, парить, наверное, что-то хотите. Знаете, сколько таких людей звонит уже? Вопрос не в этом. Ну, Алексей, скажите, вы, в принципе, открыты к деловым предложениям? Открыт, конечно. Ну, вот если вкратце, мы сейчас выводим новую транспортную систему на рынок, которая позволит с очень большими скоростями перемещать грузы... Человек, вот, нет времени слушать. Вы сейчас можете на 10 минут где-то зарядить свою речь, но у меня нет времени. Алексей, ну мы с вами договорились же, 5 минут буквально, я больше не займу, буквально 3 минутки. Смотрите. Дело в том, что мы сейчас выводим новую транспортную систему, и она абсолютно безопасна и экологична. Причем, есть возможность двигаться над землей, то есть на втором уровне. Может быть, что-нибудь слышали даже про струнный транспорт Юницкого? Какой над землей, это бред какой-то, молодой человек, давайте заканчивать. Действительно нет времени. Все, давайте, если... Ну, я вас услышал. Ага. Ну, Алексей, а вот сама идея вам нравится? Движение транспорта над землей, что есть такая разработка, и сейчас она выходит на рынок? Давайте, в принципе, что-то интересное есть. Такие тоже клиенты бывают. То есть, в принципе, мы закрываем только тех, кто может закрыться. То есть, и это опять же холодный рынок. Алексей, благодарю за то, что и мы такой момент показали. Ну, здесь что можно было сделать, да, то есть не тянуть, попросить у Алексея почту, но на самом деле это бесполезное занятие, если бы мы просто почту попросили. Единственное, может быть, каким-то образом, визуально мы бы его закрепили, и второй раз, когда набрали, спросили, ну как, почту посмотрели, я вот вам отправил, вообще как, считаете это интересным или нет? Если нет, ну, соответственно, мы уже не можем этого человека поместить в базу рассылки и уведомлять его. То есть, еще один момент. То есть, у нас, получается, клиенты делятся на несколько этапов. То есть, один из этапов – это регистрация. Другой из этапов – это мы человека просто договариваемся о том, чтобы уведомлять его о том процессе, который у нас идет. Вот здесь опрос еще, сколько людей он готов позвонить, но это, надеюсь, пользуясь данную технику. Ну да, для того, чтобы звонить, необходимо еще и, знаете что, отрепетировать данные моменты, и вот как раз-таки на следующем вебинаре мы бы поделали и холодные звонки, не вопрос. То есть, это вполне реально, реальным людям звонить. Я, кстати, в чате было такое предложение, а давайте реальным людям звонить. Ну, это чуть на дольшее время затянется, потому что есть те, кто трубки не берут, просят позже перезвонить, ну и так далее, но это работа. Так, давайте к следующему слайду, вот после голосования тоже перейдем, да. То есть, еще один момент, я его сразу включу, это тональность. То есть, здесь один из тех факторов, когда мы человека удерживаем с первых же секунд. То есть, каким образом можно удержать человека с первых секунд? Это единственная возможность каким-то образом, ну, голосом, тональность, да, подать так, чтобы это было интересно человеку, то есть, сохранять определенный тонус. И есть вот несколько тональностей, которые я выделяю, это срочность, которая в первом варианте, да, там, я вот по какому делу звоню. И после срочности обязательно идет секретность, то есть, чуть ли не до шепота, да. Мы сейчас одну уникальную технологию выводим, то есть, и поехали. То есть, идет определенная секретность. И в момент, когда мы говорим о себе, либо о компании, это уверенность. То есть, тут задача быть абсолютно уверенным, то есть, таким образом, даже есть определенные жесты, когда мы включаем уверенность. Ну, у меня это, я, то есть, держусь за столом, то есть, раз и уверенность сразу же. То есть, есть икорьки, это тоже один из элементов, когда мы звоним людям, их нужно использовать. Вот, и когда мы задаем человеку вопрос, ну, например, в примере, ну, как вам, скажите, звучит заманчиво, да, то есть, это резонный человек, то есть, это немножко с такой улыбкой, и, ну, что ты резонный человек, не просто там серьезный, в плане, ну, как звучит заманчиво, да, ну, разные тональности, и уже разная реакция у людей. И это вот тоже очень важный момент, который хотел бы определить. В принципе, в том тексте, в который, который вы вот тоже запишите, либо, может, сделаем, да, в печатном виде, эти тональности для себя нужно будет определить. Вот. Ну, и шаблоны для закрытия сделки. То есть, в конце мы делаем определенный якорь на эмоции, и это тоже важно. То есть, вот обязательно есть такой момент, когда человек должен нам довериться, да, и вот эти фразы, они достаточно мощные, так сказать. Вот. Я их использую даже в комбинации сразу же фраз. То есть, если вот мы бы говорили об информации, да, в конце я бы сказал, и поверьте, вы будете очень сильно удивлены тем, что я вам покажу. Единственное, о чем вы будете негодовать, это то, что я вам не позвонил полгода назад и не предложил ознакомиться с компанией раньше. И это действительно так. То есть, вот. И, в принципе, вот здесь есть разные варианты, потому что для каждого есть, ну, своя, так сказать, вот такая вот шаблонная версия, так как мы должны говорить то, что нам удобно. То есть, невозможно говорить такие вещи, как, там, ну, те, которые бы мы не смогли произносить. Вот. Будет ли кто-то рассказывать вам по телефону... А, это, видимо, отвечает, да, Алексей, в чате? Да, ну и, коллеги, я могу сказать, что Руслан много, ну, так скажем, мы сегодня прямо вот такое боевое крещение у Руслана. Вы не представляете, попытайтесь один раз провести вебинар. Я думаю, что у Руслана сейчас как минимум вспотела спина. То есть, это мы уже привыкшие, которые по 8 вебинаров бывало в день вели. То есть, это все дело привычки. На самом деле, абсолютно правильно, дорогие друзья, было сказано, что основные шаблоны находятся у вас в голове, но эти шаблоны нужно отработать. Нужно составить алгоритм на фактически любой довод потенциального клиента. И самое главное, его действительно вот зацеплять вот этими крючками. Этими крючками вы сможете дойти до завершения сделки. Я абсолютно не согласен с теми людьми, кто говорит, что невозможно закрыть сделку по телефону, потому что у нас есть сейчас такие параметры, как Viber. Абсолютно правильно люди говорили, что можно по Viber послать, соответственно, видео по Австралии, видео визуализацию, которую вот вы видели в начале, и в конце мы также ее включим. Почему мы включаем именно этот инструмент в виде видео? Потому что это наглядно показывает нашу технологию. И, естественно, все способы, все варианты донесения информации нужно использовать. Но я согласен с тем, что также нужно вот этот телефонный разговор максимально использовать. Если человек находится в вашем городе, в вашем районе, то обязательно с ним встретитесь. Если не находится, пообщайтесь с ним по скайпу. И, дорогие друзья, есть также методики, и лично я это делал в других проектах, закрывание на сделку даже через социальные сети. По телефону, скорее всего, в начале вам не будет никто рассказывать о своей жизни. То есть выявление потребностей и так далее, это уже будет происходить при личной встрече. Но если вы даже используя эти скрипты замечательные, которые подготовил Руслан, и которые действительно отработаны в течение полугода, иначе бы мы не вели этот вебинар, то, соответственно, вы можете вывести клиента на встречу. И на встрече уже все карты вам в руки, и все зависит конкретно от вас. Ну, а в завершении я хотел бы спросить у Руслана о конверсии, то есть каких показателей конкретно добился Руслан, его сотрудники, те, кто работают также в офисе в качестве партнеров и так далее. Алексей, вот еще один момент. Смотрите, по сути дела, я что хотел донести. Это алгоритм. То есть мы с первого звонка не закрываем человека. У нас идет определенный алгоритм, связанный с тем, чтобы на первом звонке мы знакомимся с человеком, это раз. На втором звонке мы удостоверяемся о том, что человек получил информацию, и он ее посмотрел, то есть либо через Viber, либо на почту отправляем ролики, либо видеоряд, это плейлист на YouTube, заранее подготовленный. И затем уже говорим о том, что есть возможности, и показываем человеку, какие есть варианты дальнейшего развития событий. То есть первое, это регистрация и получение 100 акций в подарок. Второе, это готов ли человек получать информацию и быть в курсе о нашем проекте. Ну и третье, мы прощаемся с человеком, если ему это не интересно. Это работа с холодным рынком. Тут нужно понимать конверсию. На всех обижаться не надо. Нужно быть готовым к отказам. Что касаемо первого звонка, он сделан таким образом, чтобы человеку дать максимально понять, что мы, для чего мы звоним, и чтобы человек реально был готов увидеть то, что мы ему отправим. И уже на втором звонке нам с ним проще было общаться, что да, это финансирование, это народное финансирование, это акционирование компании на начальном этапе. Ну и вот этим как раз таки и добивались. Первое время, если говорить про конверсию, мы просто-напросто звонили людям и говорили, ну я вот в частности, здравствуйте, что-нибудь слышали про струнный транспорт Веницкого? Да, там нет, не слышал. Есть несколько дел и предложений. Вот вы сейчас у компьютера находитесь? Нет, не у компьютера. Когда вам можно позвонить? И уже на втором звонке мы с ним очень долго разговаривали по поводу того, какой процесс сейчас идет. Это оканчивалось много говорильней. То здесь сразу же есть понимание, что есть такие инструменты, как акции, есть такие инструменты, как получение прибыли на начальном этапе. И если они есть, мы сразу же выводим человека на эту информацию. Если говорить про статистику, ну у меня работает примерно из 100 человек, 5 человек они что-то покупают, то есть регистрируются. регистрация идет примерно у 10%. У оставшихся 20%, даже больше, наверное, 35% готовы получать информацию. И это тоже будущие клиенты, это тоже нельзя упускать на самом-то деле. То есть если люди готовы просто получать информацию, мы в течение месяца ему еще третий и четвертый раз можем позвонить. И это уже теплый рынок. Это уже нельзя говорить о том, что это холодный рынок. Человек уже нас знает, может не в лицо, но голос уже знакомый. Кстати, можно таким образом даже на третьем, на четвертом звонке вообще выводить его в скайп. Либо приглашать в офис. Кстати, чем интересна система, тем, что мы можем собирать конференции в наших городах. Таким же образом, просто перестроив этот момент через, ну, немножко другие фразы. Задача звонить и все. То есть тут в этом плане надо просто делать, делать и тогда нарабатывать вот этот момент. Ну, мне тоже нужно проводить вебинары хотя бы еще несколько раз. И думаю, будет намного проще, да, общаться с аудиторией онлайн, потому что спина не сильно, нет, спотело оказывается. То есть это делается, да, можно сказать, первый раз. Я вот вещаю на вебинаре, поэтому, да, на самом деле не так все просто, как оказывалось. Ну, благодарю. Если вот говорить о дальнейших действиях, то у нас будет второй вебинар. Мы к нему морально, физически подготовимся чуть больше, да, чтобы дать вам уже вот готовый, ну, они уже готовы, в принципе, какую информацию я отправляю, да, человеку. Вот, и тот звонок, который, ну, как с презентацией, то есть вот таким образом. Тогда благодарю за интерес, так сказать, вот, ну и до новых встреч. Благодарю. Благодарим, Руслан. Очень познавательная информация, из-за чего был организован этот вебинар. На самом деле, ну, намного, так скажем, проще вести данную тему, когда не находится перед вашим монитором 230 фактически участников. И я могу сказать, что если у вас есть идеи, если у вас есть идеи, чем можно улучшить работу внутри Skyway Capital, какие-то новые техники, продаж, психологии и так далее, то пишите нам. Мы будем приглашать на вебинары. И, соответственно, лучший пиар – это показать себя лицом. И данный вебинар был ориентирован в первую очередь, дамы и господа, чтобы вы поняли, что да, возможно позвонить, просто взять, снять трубку и позвонить человеку и добиться максимальных результатов. Но максимальные результаты будут достигнуты только через практику. Так же, как и Анатолий Эдуардович Юницкий, уже более 39 лет развивает технологию Skyway. И сегодня мы находимся фактически на финишной прямой. И, дамы и господа, когда многие из вас будут осваивать различные техники продаж, которые мы будем давать, и главное, не смотрите, как ведет себя спикер, отпитывайте эту информацию, мы будем достигать действительно ошеломительных результатов, потому что время не только малых, но и средних и крупных инвестиций в Skyway действительно пришло. «Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету». А теперь вы умеете и активно, успешно, я надеюсь, хотя бы чуть-чуть научились продавать по холодным контактам любому человеку, который заинтересован в улучшении качества своей жизни. Благодарю за внимание. 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 Благодарю за внимание.